Сегодня для меня очень важный день. Мне кажется, я шла к этому 6 лет, чтобы Уильям Гросс приехал к нам сюда, в Москву. Завтра у нас начинается закрытый семинар для членов Ассоциации Еврейских музеев Европы. И вот накануне этой встречи мы организовали лекцию Уильяма Гросса. Уильям очень большой, крупный коллекционер предметов еврейской истории, еврейской культуры. Гросс Family Collection – одна из самых больших коллекций в мире предметов иудаики. Кроме того, он уникальный коллекционер, потому что в процессе собирания своей коллекции он стал большим знатоком. И многие музеи мира советуются с ним, просят его экспертизы. Объекты из его коллекции участвовали в более 170 выставках по всему миру. Для меня большая честь еще раз вам представить. Я думаю, что мы можем поприветствовать Уильяма, и я передам ему микрофон. Уильям просит тех, кто сидит на задних рядах, сесть вперед, чтобы это была какая-то более интимная встреча. Вчера я прилетел из Израиля в Москву. И, конечно, здесь я пересек как минимум одну границу. Это была не самая простая граница для пересечения. Паспортный контроль бывает и полегче, и попроще. Но, тем не менее, граница есть граница. И граница, которая обозначает границу и в воздухе, и на земле. Как и многие другие. Если обратиться к еврейской истории и к более чем 130 странам, в которых в мире жили евреи, и если обратиться к тому, какое количество раз евреям приходилось пересекать границы по собственному желанию и воле, по большей части не по собственному желанию и по собственной воле, то мы, конечно, увидим феномен, явление народа, нации, которая считается одной нацией, единой нацией. Так считают сами евреи и большинство людей, которые евреями не являются. И то, как евреи переходили, пересекали все границы, которые им попадало пересекать, это и есть тема, на которую я сегодня хочу поговорить с вами. Мы с вами сегодня увидим очень много изображений. Изображения, образы – это самое сердце моей коллекции и того, чем я занимаюсь в рамках этой коллекции. И это та самая тема, которая для меня освещает еврейскую историю. И то, как евреи, переходя многократно границы в самых разных местах, в самые разные исторические периоды и времена, жили свою жизнь и отвечали на вопросы, которые у них возникали. И во многих случаях это бывало совсем по-другому, чем то, как сегодня себе это представляют ныне живущие люди. Я уверен, что очень многие узнают вот это здание или это изображение. И, конечно, это Бейтамикдаш – храм. Храм на храмовой горе. Это очень хорошая гравюра в данном случае. Откуда она? Она из Агады. Агады, которая была напечатана в 1795 году в Амстердаме. И, пожалуй, она была самой важной Агадой, потому что именно там впервые использовались медные гравюры, а не деревянные. И именно отсюда, с этого изображения, копировалось многократно это изображение в 7000 случаев, когда это изображение воспроизводилось на настоящий момент. Но у всех образов изображений есть какой-то источник. Также и в данном случае. Совершенно четко это изображение копируется вот отсюда. Оно было взято с этого оригинала. Что это? Это изображение начала 17 века. И работы эти принадлежат Матеус Мерет. Это швейцарский художник, который выполнял изображения и Нового, и Ветхого Завета. И именно эти изображения сформировали основу весьма немалого корпуса библейских изображений, которые с тех времен использовались в печатных библиях в христианском мире. И, конечно, именно поэтому, когда года копировалось много-много раз в еврейском мире, также эти образы и этот художник были важны. К нему мы еще вернемся. А теперь давайте посмотрим фрагменты. Это из изображения Гадея, не из оригинала. И мы видим очень тщательно и подробно, что детали здесь на высоте. Что мы видим на вершине храма? Мы видим крест. Когда вы думаете о том, что это изображение в Гадея, это совершенно еврейская и иудейская книга конца 18 века, это как минимум удивительно. И есть этому объяснение. Объяснение таково. Просто человек, который выполнял эти изображения, был Аврам Барьяков, который сменил религию, перешел в другую религию. Соответственно, он копировал все свои изображения из Гады. И, в частности, вот это изображение, которое он рабски скопировал. Также следующее второе издание было в 1712 году. Там креста уже не было. Но, тем не менее, самая известная Гада в истории, которая просуществовала 17 лет до выхода следующего издания, ознаменована вот таким вот крестом на вершине Храмовой горы. Что, конечно, удивительно. И также в других изданиях Гады, вы видите, это продолжалось. Вот и вот еще изображение справа. Все эти изображения были скопированы. И здесь мы видим, как образы копируются. У них есть источники. Они от времени к разным другим временам проходят через изменения. И меняются и они, и окружающие их предметы. А поговорим мы вот о чем. Как эти самые евреи, которые столько раз, в стольких местах и временах пересекали границу, взаимодействовали с новыми средами, с которыми они сталкивались каждый раз, когда границу пересекали. Давайте мы с вами отправимся на секунду в Индию. И посмотрим в брачный договор Катуба, который был подписан в 1926 году. Очень красиво орнаментирован по краям. И есть одно место с животными. Вот оно. А дальше мы с вами посмотрим вот сюда. И что мы видим в этой Катубе? Мы видим брахманского быка. Это характерное священное животное в Индии. Но не могу сказать, что это была такая уж интегрированная часть еврейской культуры. Но это было интегрировано в уйдейскую традицию в Индии. Соответственно, мы видим, что художники, которые создавали эти еврейские документы, копировали то, что они видели вокруг себя. И это было им очень интересно. Они с удовольствием и с желанием это делали. Теперь Иран, 19 век. Здесь мы видим с правой стороны. Давайте вернемся вот сюда. С правой стороны. Смотрите. У персов была такая традиция декорировать все контракты, которые они создавали. Даже коммерческие документы. И слева на изображении мы видим, что очень мало чем отличалось то, как был представлен брачный договор Катуба, от того, как представлен справа мусульманский контракт. И вот, пожалуйста, еще ближе мы видим сходство между мусульманским и еврейским брачным договором. И в других рукописях мусульманская иконографика и схемы изображений были приняты в той степени, в которой, как мы видим, можно было усвоить изображение. Видите, справа, пожалуйста, вот здесь арабская вязь написана на иврите. И это вполне могло было быть оформлением Корана Марокко. А вернее, сначала в Персии видим еще один такой пример. И посмотрите, что мы думаем, когда мы это видим. Это просто копия персидского ковра. Верно? А теперь посмотрим направо. И здесь мы видим Катубу, брачный договор из Гибралтара, который по большей части был населен марокканскими евреями. И здесь при этом мы видим совершенно европейскую иконографическую программу. И это видно. Это заметно. Если задуматься об этом, что такое хупа или брак вообще, если это не театр, не театрализация. А теперь Италия. И здесь мы найдем что-то, чего можно, пожалуй, ожидать только в Италии. К этой теме мы еще вернемся. Но давайте посмотрим справа детали Катубу, которая использовалась в 18 веке. Видите, используется здесь текст, который взят и в 19 веке. И мы видим прекрасно одетую, достаточно элегантную, буржуазную, городскую пару горожан. Это, скорее всего, итальянские евреи. И, кажется, они открывают дверь и показывают свою спальню. Это очень любопытно, нестандартный, очень нехарактерный сюжет для изображения. Образы путешествуют, перемещаются. И давайте я приведу вам пример. Мы можем с вами вернуться в библейские гравюры. И это вырезано на дереве в начале 16 века Галбейном-младшем. А далее мы возвращаемся к нашему второму другу Матеусу Мерину, который просто скопировал эти изображения уже в медиа и использовал это в оформлении библейской серии. А дальше вторая версия Амстердамской Агады 1712 года. И вторая книга из Амстердама. Видим ее справа. Видим, как путешествуют образы и книги. И здесь мы видим книгу известных библейских притч, которая написана для женщин и детей. Это представлено как легенды и декорировано изображениями для того, чтобы поддержать интерес к библии, что, по крайней мере, в еврейском понимании легендами не является. И далее мы видим в Базилии напечатанную фронтальную страницу Хагады в 16 веке. А далее мы видим году, напечатанную в Бомбее в 1846 году. И здесь мы видим изображение, которое в Европе в 1538 году возник. И далее мы видим его переход через различные прерванные периоды еврейской истории по разным странам. Один из объектов, который выражает эту идею, это, пожалуй, ханукальный подсвечник. По большей части мы видим архитектурный оригинал, который обычно копируется. Вот это марокканский светильник, но кольный, серебряный, 1930-х годов. Здесь мы видим и ханем, и хамсис. Тут можно сказать много, но здесь самое важное – это узор сзади, на задней части этой структуры. Дело в том, что если сравнить вот эту структуру, вырезанную в дереве и в любых других материалах, в частности, в морокко, в фейзе, как только что я вам показывала, вы увидите, что сама структура изображения путешествует. Италия – очень симпатичный, очень редкий, 18 века ханукальный светильник. И, конечно, декорирован вот этим образом фронтального декора здания, которые часто встречаются в Италии. Рим – совершенно монументальный ханукальный светильник слева, подсвечник слева, и понятно, что очень заметно, что он очень похож на здание справа, даже включая глаз, который находится над сводом. И немножко ближе – Украина, ближе к нам здесь. Это светильник, который имеет прозвище «синагогальный светильник». Это одна из более сложных фигур. И здесь мы видим своего рода крышу, как бы. А если посмотреть, здесь как будто два окошка, как будто от спальни. И если посмотреть на деревянную синагогу в Украине, то мы увидим совершенно точно, что сделал художник. А он отлил ровно то, что он видел в деревянных зданиях синагоги в Украине. Я уверен, что большинство из вас было в Амстердаме. И когда вы ходите по каналам, вы видите, что практически у всех домов вот такая крыша. То есть, более чем естественно для ханукального подсвечника, который создается в определенном месте, отражать декоративные приемы архитектуры этого места. А вот здесь посложнее. Светильник, серебро из Праги 1872 года. И что у нас в центре? Павлин. Павлин. Совершенно легитимный вопрос, что павлин делает на ханукальном подсвечнике. А давайте перейдем к изображению справа и посмотрим, что у нас здесь. Театр. В Европе в 19 веке, во второй половине 19 века, было просто сумасшествие, наваждение. Во всех, даже малых голодах, строили театры. Театры как культурные центры, оперы для, собственно, театральных постановок. И у них везде были занавесы. И на этих занавесах один из знаных мотивов был как раз павлин. Представьте себе, как открывается и закрывается этот занавес. И эти живописнейшие перья сходятся и расходятся вместе таким хвостом-занавесом. А это что? Вот Тиволи. Это сады Тиволи в Копенгагене. И там есть как раз такой же пример. Мебель. Посмотрите справа. Классическая шоа-софа, диван 19 века. Если в середине 19 века оказаться в дом знатных, обеспеченных горожан, вы увидели бы такую сафу. Поэтому ничего неожиданного нет в том, что художник, который создает ханукальный подсвечник, использует этот мотив. И вполне понятно, откуда он черпал свое вдохновение. А вот еще ханукальный светильник начала 18 века, Франкфурт. И здесь снова мы видим в мебели, что этот человек делает. И очевидно, где он черпал свое вдохновение. А вот здесь у нас ханукальный светильник, который несколько посложнее. И если рассмотреть детали справа, мы увидим одноглавый орел, который держит меч. И здесь мы видим, конечно, совершенно военные мотивы. Теперь здесь мы считаем сегодня, что ханук – это победа. Военная победа над греками. Но до начала сионистского движения, которое стало проливать этот мотив или этот свет на хануку, сама тема хануки была явлением света. А именно то, что масло, которое должно было продлиться, пробыть только день, продлилось 8 дней и давало свет. И именно это была исходная тема хануки. Здесь, таким образом, мы видим явную военную связь и военное вдохновение. Вот так выглядели шлемы, которые носили гренадеры в XVIII веке. И вот здесь мы видим прусский военачальник Фредерикус Рекс и Мари Тереза из Карлсбургской империи. Но откуда эти образы перешли в ханукальную традицию? Все мы знаем о явлении средних веков, когда христиане постановили, что христиане не могли принимать проценты. И тогда, соответственно, банковское дело должно вестись беспроцентно, а это стало никому не интересно. И тогда иудеи буквально заставили заниматься кредитованием и, в частности, ростовщичеством. И считалось, что иудеи совершают небогоприятное дело, потому что они действительно его совершали. И дело это было, как считалось, зло. Евреи всегда очень активно занимались и легкой швейной промышленностью, и дизайном. И, в частности, их участие очень видно в одежде. Итак, мы видим гренадеры здесь, которые столько раз чистил свой шлем, что, как мы видим слева, прочистил там отверстия, дырки. И он продал свою форму модельеру, еврею. Он увидел это прекрасное светоотражающее поверхность шлема. И вся идея этой задней стенки поверхности шлема была в том, чтобы отражать свет ханукальный. А вот здесь филигранная серебряная работа. Несколько лет я пытался понять, откуда это. Потому что никогда это не было не подписано и зафиксировано в связи с каким-то местом. В 1991 году я был в Украине. Я искал здания, которые могли быть на это похожи. И я увидел вот такое здание в центре Львова. И понял, откуда вдохновение. Это было одно из зданий, которое выстроил итальянский архитектор во Львове. Было это в начале 17 века. А другое здание – это здание муниципалитета, которое в 1821 году разрушилось. И я уверен, что этот мезоним был основан на вот этом архитектурном образце. По крайней мере, мы знаем, откуда берет истоки. А это великолепный ханукальный светильник из небольшого города в Германии. Где-то 50 километров от Штутгарта. И если посмотреть на него внимательно, опять же мы увидим, чем были вдохновлены башенки. Башенной крепостью, которая окружала город. И так слева от меня этот брачный договор. Он у меня был в течение очень многих лет. Я считаю, что это один из самых прекрасных предметов моей коллекции. Мне очень нравится марокканское иудийское искусство. Даже исламское искусство мне стало нравиться. И далее больше, даже больше. Потому что я понял, откуда это пришло. Я пошел на саму центральную площадь и увидел ворота в Казбу. И мне стало совершенно понятно, откуда. Что в данном случае писец использовал. Как вдохновение, создавая дизайн этого брачного договора. Который после копировался много-много раз. Опираясь вот на этот образец. С мусульманской традицией. Великолепный брачный договор из Стамбула. Метр сорок в длину. Это очень большой документ для брачного договора. Весь в золотом обрамлении фронтальный лист. Золотая подкладка. Никогда не видел такого в брачных договорах. И если мы видим, что внизу, нам кажется, что это весьма странное явление. Дома на сваях. А что делают на еврейском брачном договоре дома на сваях? Ну, это правда интересно. Дело в том, что коммундосов называли ропшильды атаманской империи. И они были чрезвычайно богаты. И в середине 18 века у них возник конфликт с сутаном. И им пришлось увезти все свои операции из столицы в Париж. И можно посетить музей Камондо. И семья Камондо была, пожалуй, основными из тех, кто поддерживал и коллекционировал искусство. И импрессионистов. И в Лувре, и в Типале коллекция импрессионистов возникла именно благодаря их семейной коллекции. Это была чрезвычайно обеспеченная семья. Ну что же, возвращаемся к домам на сваях. Почему? Зачем они там? Ну что же, самые богатые семьи в Стамбуле имели дома на Пасфуре, где они могли проводить выходные дни и лето. И вот откуда взялся этот образ. Дело в том, что таким образом показывали социальный статус на брачном договоре. Изображая эти дома, богатые дома на сваях. Вот еще, пожалуйста, копия взята, очевидно, с одного и того же оригинала. Это башня Мэри в Восточной Германии, в городе Эмден. И вы видите, что это совершенно буквальная серебряная интерпретация того, как выглядела эта башня. А теперь мы с вами возвращаемся назад и видим символы. Вот это два ханукальных светильника. Один из Алджира, другой из Ирака. И посмотрите, мы видим, что в этих местах мы находим стилизованный, но тем не менее, символ полумесяца и звезды на еврейском и иудейском объекте. Это совершенно исламский символ, который вы видите по всем мечетям на самом верху в мире. И здесь мы видим еврейский религиозный объект. И это объект праздничный. То же самое и в Ираке. Каждое из этих мест является довольно много таких памятников в Алжире, в Атаманской империи. В Ираке мы видим этот символ мусульманский символ, который видели евреи каждый день. И именно поэтому они включили его в свою эстетику объектов быта, потому что это было красиво и это видели они каждый день там, где они жили. А здесь то же самое. Видите, в серебряном хнукальном светильнике слева мы видим и по сторонам, и по центру основной центральный мотив. И, что самое удивительное, весь хнукальный подсвечник является мусульманским символом. Как в Алжире это поразительно, потому что можно подумать, что это было и в общем не так давно, это было всего лишь какие-то сто лет назад. И если задуматься о том, что кто-то сегодня, например, хочет сделать хнукальный подсвечник на основе образа полумесяца и звезды, это будет просто смешно. Это будет невообразимо. Ну что же, вот здесь мы видим микрографическую печать с 1870 года из Парижа. Микрографика это особая форма искусства, где фигурки или формы делаются из текста. И, хотите верьте, хотите нет, это был единственный еврейский вклад в историю искусства, которую мы знаем. Все остальное производное от того, что создали другие. Итак, здесь мы видим мизрах. Это страница, которая обозначает восточную стену во время суккота или дома она используется. В синагоге это не нужно, потому что арка всегда на восточной стене. И так понятно, где она. Прекрасная литография была создана в Германии, в Бреслау около 1920 года. А в Алжире была сделана копия. И использовались овосточненные черты. Потому что индустрия книгопечатания в Северной Африке запоздала с развитием. Поэтому обычно они импортировали такого рода вещи из Европы. Даже открытка, новогодняя открытка, пожалуйста. Несмотря на то, что это более мягкая фигура, тем не менее, откуда берется? Давайте немножко ближе подберемся к России. Картина в Эрмитаже. Ну, есть еще две копии этой картины в друг других местах. Но, тем не менее, мы видим эту картину 17 века. И с возрождением этого образа во всем еврейском мире в конце 19 и 20 веков образ был использован. Здание. Здание. Здесь много архитектурных мотивов. Но давайте мы поговорим о чем-то другом. И я уверен, что многие из вас это узнают. Это Бетмикдаш. Это храм на Храмовой горе. Действительно существенное самое основное мусульманское здание. И это как минимум. Неожиданно мы видим напечатанную страницу, литографию, которая называется проводник. Который показывает путешествия, которым проходят паломники по Израилю, по всем святым местам. По сути, это места захоронений известных евреев, еврейских деятелей. И смотрим. И что мы видим здесь наверху? Мы видим святой храм или Дейдомедраж. Дейдомедраж. Это здесь записано как святой храм. Теперь, если мы вернемся к картам 13 века крестоносцев, то мы увидим, что здание было представлено здесь. И был написан наверху храм Соломона. И, собственно, это и есть храм на Храмовой горе. И был, конечно же, им. Вот это, пожалуй, мое любимое изображение Иерусалима. Иерусалима, взятая из хроник конца 15 века, где представлена история мира совершенно колоссальным количеством очень красивых вырезанных образов из дерева. Но при этом в еврейских рукописях. Вот, пожалуйста, итальянская рукопись конца 15 века, которая говорит об авода или о жертвоприношении на Храмовой горе. И здесь, что мы видим? Мы видим тот же храм. В печати это стало символом книгоиздания. И здесь пишут Храмовая гора или Бейтамикдаш. И не только в Праге, но и в Стамбуле. И довольно поразительно, что слева здесь мы видим копию текста, который не является текстом еврейским. Но опять появляется Храм Соломона. И в Акадизе, Венеции, мы видим опять здание в центре. И это тот же самый храм на Храмовой горе. И нигде ничего не подписано, потому что вполне понятно, что это и есть Храм Соломона. Индия, то же самое великолепнейшее. Видите, это объект для рассуждений, размышлений, медитаций. Здесь довольно много всего подписано. И вот, пожалуйста, две иллюстрации. Одна из них называется Бейтамикдаш. И здесь написано, пусть он будет построен в будущем, что означает, что, наверное, действительно это символ чего-то другого. И опять печатный образ из Персии, Алжира XIX века. В какой-то момент начали не использовать идею Бейтамикдаш, а стали говорить о Макомхамикдаш, то есть место святого храма. И здесь прекрасно инкрустированная, вырезанная книга, которую сделал издатель из Иерусалима. И сравните с книгой, которая напечатана его братом в Варшаве. И здесь сзади стеклянная обложка, если хотите, и в Атаманской империи также это было очень популярно. И опять воспроизводится образ. До 1920 года дожило это изображение, это его традиция. Это рекламная брошюрка. То есть, по сути, вы смотрите на очень маленькие издания, но в 1920-е годы по-прежнему храм на храмной горе был символом Иерусалима. И Хагада, которая напечатана с текстом на следующий год в Иерусалиме, дает нам вот это изображение, что, конечно, весьма потрясающе. Мы думаем об Эрец Исраиль или о земле Израиля как о образе западной стены, стена плача. Как угодно можно ее назвать. Но первое изображение стены плача возникло в 1742 году и далее сто лет ее не изображали. До возникновения вот этого изображения в 1736-1737 году в Германии, которое сделал первый человек, который стал профессиональным географом святой земли. И он подошел к этому как к научному проекту. Теперь, не очень многие могли напечатать вот такого рода документ в Израиле, поэтому он отправил эту книгу на печать про то в Германии. Вот это центральное изображение. И то, как оно здесь представлено, стало изображением западной стены и продолжило им быть на все время своего существования. Здесь слева мы видим, как первый-первый книгоиздатель в Иерусалиме в 1844 году обошелся с этой темой. Здесь опять микрографическое изображение 70-х годов. И, конечно, влияние этот образ оказывал и на объекты. Вот здесь в моей коллекции есть серебряный переплет из Италии. Это где-то 1850 год. И справа мы видим из пражской музейной коллекции 1763 года обложку для Туры с очень красивой фактурой итальянской ткани. И совсем нетрудно понять, откуда мастер по серебру черпал свое вдохновение. А вот здесь две замечательно красивые образы, которые ставятся на контейнер с Турой. Это золотой лист по серебру из Италии. И что это? На самом деле это цветок лотоса, который, конечно, очень красивый образ, активно использованный в Индии. В Греции Корфу нам предлагает вот такой щит для Торы. И мы по периметру видим надписи на иврите. И совершенно очевидно, что это был пояс, который использовали пастухи, сельские пастухи в Греции. И великолепная, расшитая вышивкой обложка для книги в Вене, 1835 год. И синагогальная арка слева, очень красиво выполненная. И скопление элементов справа, что, конечно, более характерно для христианской иконографики. И здесь, если мы присмотримся, видны католические изображения, которые были интегрированы в еврейскую традицию без всяких проблем. И, возможно, те, кто создавали эти образы, были и в реформинском движении, и в Вене. Но, тем не менее, информация для нас достаточно обильна и очевидна. А теперь покажу вам женщину с обнаженной грудью. Что это может быть общего с иудаистикой? И как здесь оказалось? Этот образ на титульной странице книги еврейского закона, напечатанной во Франкфурте на Майне в начале 18 века. Здесь нам нужно подумать, что, собственно, происходит. И здесь есть еще один образ. Здесь мы видим священную книгу вопросов и ответов. Известные раввины отвечают на особые вопросы по еврейскому законодательству. И часто эти ответы публиковались. Вот здесь довольно увлекательно. Скажу вам, что эти изображения и эти титульные страницы использовались ранее и использовали их ранее христиане, высекая изображения для своих текстов из дерева. Что-то здесь было изъято из изображений. Давайте посмотрим. Можно только догадываться, что это, но догадаться нетрудно. Откуда возник образ? 32-я страница еврейской книги, напечатанной в 1546 году. Теперь. Это не религиозная книга. Это книга-притч и басень. Но дело в том, что тогда евреи были только религиозные. Нерелигиозный еврей не существовал. Нерелигиозный еврей в 1336 году не был евреем. Вот и все. Стало быть, эта книга прошла цензуру, и мы видим подпись цензора справа. Но христианские цензоры получили задание удалить текст, который, возможно, очерняет христианство. Они не должны были подвергать цензуре изображения. И по коричневым чернилам вы видите, что чернила те же самые. Но этот цензор был явно большой ленивец. Потому что, если перейти на 112-ю страницу, мы увидим еще одно изображение, которое живет здесь без цензуры. И если внимательно его изучить, то совершенно понятно, что здесь было процензурировано. Но это 1546 год. Иудейская книга, напечатанная в Вене. Она показывает вниз и смотрит вверх, а он наоборот. И понятно, что в религиозной атмосфере евреев это изображение означает. Теперь, 1546 год. И сама идея того, что такого рода изображение могло быть напечатано бы сегодня в ортодоксальном еврейском сообществе, но это абсолютно не укладывается в голове. А вот книга проповеди одного из самых известных раввинов в Праге. И, конечно, здесь представлена там и Ева. Очень библейские изображения. И Ева имеет обнаженную грудь. И это очень известные проповеди известнейшего раввина. Еще одна книга по еврейскому закону. Опубликована в 1702 году. Замечательные библейские образы. И вместе с тем рамки предлагают нам здесь две фигуры с обнаженной группой. И они переходят и в другие иудейские издания. И далее в книгу, которая была перепечатанной Торой. Текстом Торы. Значит, задаемся вопросом, что здесь, собственно, происходит. И в финале мы можем посмотреть и увидеть слева книгу молитв. Молитвы, которые использовались в синагоге. И опять характерный почерк этого книгоиздателя «Обнаженная женщина». Мы говорили о разных путях книг этой Сальцбурга. И опять же, эта книга использовалась религиозными женщинами и детьми. И как же в ней оказалась женщина с обнаженной грудью. И опять же, эта книга была скопирована из оригинала, который мы уже многократно видели. То же самое и здесь. Оба издателя использовали этот образ. И теперь переходим к рукописям. И это свиток Торы, который создал очень известный художник, который немало этих свитков сделал. Мы видим, что здесь представлены буквы в верхней части, а все женщины изображены так, как здесь. И на изображении вашей полиентения по тексту мы знаем, что она была обезглавлена. И тоже она представлена в обнаженной верхней части. Еще один свиток. Здесь целый парад обнаженных женщин. И мы видим, как прекрасно использовалась эта книга. Ее читали и перечитывали в синагогах от года к году. И мы видим все самые подробные детали. И, конечно, здесь есть источник. Посмотрим на музы. Именно музы были источником для этого изображения. И в этой книге, 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 и для рукописи, и для печатной страницы. Или еще одно изображение из Украины. Два изображения, на которые вы смотрите, вам показывают страстную любовь. Пары обнимаются. И вы видите подробные элементы. И здесь нет никаких сомнений. И это действительно то, что используется в синагоге. И опять же, что может быть сегодня, как может быть, и что происходит и происходило в те самые времена. И, наконец, очень краткий эпизод. Предложу вам нечто из Нового Завета. Ну, я не буду рассказывать вам, что постоянно бытовал конфликт и большие споры между евреями и иудеями и христианами. И христиане полагали, что Ветхий Завет устарел, а Новый Завет являлся новой Библией. Смотрим на это изображение. Я уверен, что Тайную вечерю до Винчи вы узнаете. И откуда же это? Это из той же самой Агады, о которой мы говорили. И это страница 19. И здесь, естественно, представлены Тайные вечеря справа. А что это было? Это было празднование Песоха. Стало быть, совершенно легитимно, что изображение, которое мы связываем с христианством, имеет здесь свое место. Знает ли кто-нибудь вот это изображение? Мария и Иосиф отправляются в Египет с младенцем Христом. Это, естественно, основной для Нового Завета образ. И вернемся к нашему доброму другому Маттеусу Мериану. И что же здесь копируется? Это изображение возникает у нас в еврейской рукописи в качестве иллюстрации для молитвенника-путешественников. Замечаете? Очень типичное изображение. Созданное для очень богатых семей 18 века. И совершенно четко художник, который был евреем, знал, что он изображает. И это было можно, это было разрешено. И вот это титульная страница. Итак, что это означает? Эти десятки изображений, которые я промелькнул на экране для вас. Во-первых, я думаю, что если мы видим нынешнее отношение большинства людей к еврейской и еврейской истории, мы увидим, что экстраполируется из нынешних обстоятельств ситуации иудеев, назад в прошлое, соответственно, евреи воспринимаются как горожане и где-то как экономически состоятельные населения на уровне среднего класса и выше. Но 150 лет назад и более был совсем наоборот. Это были беднейшие люди, одни из беднейших народов земли, потому что практически везде, где они жили, экономические возможности для них были крайне ограничены. Люди смотрят на евреев как на изолированных людей, которые жили в гетто, в еврейских кварталах, в Мелах, в Северной Африке, в мусульманском мире. И идея того, что эти люди были как бы самодостаточны внутри своей собственной атмосферы, сегодня бытует. Если мы смотрим на эти изображения, мы видим, как религиозные евреи взаимодействовали с культурной средой, и видим, какие образы они впитывали и видели, мы видим совершенно обратное. Мы видим, что они активно взаимодействовали с окружающими культурами и миром, они были открыты, они были открыты так, как сегодня ультратоксальное сообщество и не мечтало бы быть открытым. И здесь, конечно, можно много говорить о том, что, конечно, возникло и реформистское иудаиское движение, и движение Музеса Мендельса, и движение правовое в хасидизме, и связано это с еврейской катастрофой Шоа, которая уничтожила все места проживания евреев в Европе. Но я думаю, что важно иметь реалистическую картину того, как была еврейская жизнь на самом деле, и с какой открытостью иудеи подходили к жизни и к окружающему миру, где бы они ни жили. Я думаю, что Уильям будет рада на них ответить. Добрый день. Большое спасибо. Потрясающее выступление. Я только что вернулась из Узбекистана, и я уверена, что вы знаете, что там очень сильная неудейская традиция. Есть ли что-то из Бухары у вас в коллекции? Да, конечно. Бухарское сообщество и узбекистанское, конечно, действительно очень известны и, собственно, и известны это еврейское сообщество как бухарские евреи. Есть совершенно особые объекты у них, и одна из вещей, которые в наибольшей степени меня интересуют, это особые традиции, которые представлены материальными объектами, и есть некоторые и из Бухары. Во многих очень местах, особенно в странах ислама, мы не видели визуальных изображений в таком уже большом количестве, которые и иудеи, в общем-то, не превышали по численности 6-7 тысяч. Извините, нескольких десятков, хотел сказать, тысяч. И именно из того, как они жили, а очень часто это было связано с работой с золотом, с драгоценными камнями, делалось меньше в связи с изображениями на объектах ритуального быта. Памятников меньше, имеется в виду. Я хочу спросить... Еще раз, пожалуйста, начните вопрос, я очень плохо слышу, мне уже почти 80. Я хотела спросить про хамсу знак. А, могу по-английски спросить? Хотела спросить про знак хамса. Вот, Илья Тхамеш. Это изначально еврейский символ или мусульманский? Я слышала уже разные версии, разные люди мне говорили по-разному. Я хочу очень узнать ваше мнение. Вот хамса. Хороший вопрос. И у меня есть порядка 400 символов хамса. И это всегда меня очень интересовало. Дело в том, что мы не знаем. Потому что и в исламской, и в иудейской традиции в 12-13 веке это символ активно бытовал в обеих культурах. Я вижу практически везде его в еврейском, иудейском искусстве или в изображениях. Мне кажется, что происхождение свое он берет в мусульманской культуре. Но иудеи, которые жили в мусульманских странах, просто его присвоили. И в Северной Африке, в Марокко, в Тунисе, в Алжире за последние 100 лет этот образ использовался и мусульманами, и иудеями. И, что интересно, ювелирные изделия и в серебре, и в золоте хамса выполнены обычно именно еврейскими художниками-ювелирами. Спасибо. Сейчас слышно? Хорошо. Спасибо за прекрасное выступление. Хотела спросить о том, что вас подвигло стать коллекционером. Спасибо. Что меня вдохновило? На самом деле здесь два источника. В Америке была такая традиция. Мамы хоронили детские книжки. Это были печатные издания, которые мамы хоронили в течение первых 6-7 лет жизни ребенка. Записывая туда такие факты. Это были детские дневники, когда поменяли первый подгузник, когда был сказанным первое слово, когда сам ребенок что-то съел впервые в жизни. Это были самые основные шаги в его жизни. И когда эта книга была дописана, когда мне было 6, я, конечно, был уже совершенно заядлым коллекционером. Понятно, что не иудаистских предметов, но я коллекционировал все. Монетки, игральные карты, марки. Это было одно направление. Второе направление связано с тем, что я женился на женщине, чей папа был крупнейшим коллекционером иудаистики в США. Его коллекция сегодня в Чикаго, в Еврейском музее. Но он был мне буквально вторым отцом. И он был огромным для меня вдохновением. Он привел меня в это. И от него я узнал очень много. Из того, что продолжила и определила направление касательно того, что я коллекционирую и что я делаю с коллекцией. И первое, это, конечно, образование, обучение для евреев и неевреев, информирование, повышение осветомленности евреев и неевреев, о том, что означают эти образы в иудаизме, чтобы и религиозные, и нерелигиозные люди это видели. Или когда вы видите и понимаете эстетику этой красоты и не являетесь человеком верующим, то вам можно объяснить тогда что-то новое о религии, рассказать через красоту этих объектов. Вы можете объяснить светским людям очень много о религии. Для людей верующих, которые в Израиле, к сожалению, не имеют, как правило, абсолютно никакой базы об искусстве и малообщекультурной базы. Здесь вы можете, опираясь на религиозные символы, рассказывать об эстетике, об искусстве, о культуре. Это первое. Вернее, второе. Далее, была еврейская катастрофа, холокост, и одна треть еврейского населения была уничтожена. И это дало колоссальный удар по культуре, по стольким вещам, которые представляли еврейский быт и жизнь Европе. И далее, всего лишь через 4 года, из миллиона евреев, которые жили в мусульманских странах, было массовое выселение, переселение этого населения, добровольное или насильственное. Это не важно. Они все были переселены из стран, которые считали своей родиной, в Израиль. И это было очень травматично. Травматично во всех смыслах, и в частности, в смысле культурном. И это было масштабнейшее уничтожение. Вы говорите о Хамсе, когда люди прибывали из этих стран Хамса. Те, кто принимал их, ашкеназийские евреи, европейские евреи, которые там жили, смотрели на это, как на какой-то языческий ритуал буквально. И они вынуждены были стыдиться. Стыдиться этого образа символа, пришлось даже все их уничтожить и расплавить некоторым из них, чтобы это не выставляло их как чужих. Поэтому в этом есть элемент спасения. Элемент спасения от забвения, от судьбы, которая рассеяла этих людей. Хочется собрать это воедино и сказать, смотрите, эти образы живут, у них есть значение. И люди могут и радоваться им, и наслаждаться ими, и учиться благодаря им. Это меня вдохновляет. Вы будете публиковать эту лекцию? Будете ли вы публиковать эту лекцию? Для того, чтобы ее публиковать, нужен издатель. Я думал об этом неоднократно. И на самом деле есть у меня приятель, который говорит, что если я действительно все это запишу, я дам ему слайда, то он найдет, где это опубликовать. Я бы хотела это опубликовать, потому что во многих смыслах это лекция, это, в общем, некое резюме 55 лет коллекционирования. И намерение мое в связи с этим, именно вот в чем. Для меня это не объекты искусства, это не предметы искусства, это документы. Документы еврейско-юдейской истории. Они рассказывают историю, еврейскую историю, и рассказывают сюжеты совсем не меньше, чем письма, которые есть в архивах, документы. И я постоянно, постоянно боюю с историками за то, чтобы они это признали. Они ходят в архивы, они ищут десятилетиями, чтобы какой-то факт найти. И их ответ, вот он, прямо вот перед их глазами в еврейском музее, в моей коллекции или в чьей-то еще коллекции, но они не используют эти объекты. Да, я хотел бы опубликовать. Если я проживу еще несколько лет, я бы хотел, конечно, это опубликовать. Еще хотела спросить про знак звезда Давида. Известно ли, когда он появился впервые, и точно что он символизирует, известно ли это? Масса книг об этом написано, и они, конечно, у меня стоят на полке в моей референсной библиотеке. И порядка 15 книг у меня есть про это. Впервые этот символ появился в 16 веке в моей семье. У нас есть в коллекции фрагмент ткани из Италии, которые оборачивали Тору. Там очень длинный текст записи. Далее изображение рук. Благословение и Магендавид. Но на самом деле массово до второй половины 18 века этот образ не использовался. Даже, в общем-то, до 19 века, когда он стал квинтэссенцией еврейской символики. Минора была такой квинтэссенцией еврейской символики до этого. Она была абсолютно везде. Только в 19 веке на смену Миноре пришел Магендавид. Что он изображает? Это вопрос. Очевидно, что в ранних изображениях, конечно, в 19 веке, это было просто символом еврейской идентичности, иудейской идентичности. Евреи писали обо всем в своей религиозной литературе. Они писали обо всем на свете. Но именно в этой литературе, религиозной литературе, до конца 18 века не было никаких упоминаний о нем. И когда упоминается этот образ, начинают говорить о том, как он используется. Вот что интересно Равинату. И, соответственно, это вопрос, у которого просто нет ответа. Мы называем этот образ как звезда Давида, или Чит Давида, или Магендавид. На самом деле, это скорее современный символ, а не вечный, скажем, символ, который представлял бы старинную иудейскую традицию. Спасибо. Это вопрос для меня неловкий, потому что мой каталог. Это 14 тысяч объектов, единиц. Ну, не только объектов, там порядка 4 тысяч старых еврейских открыток, каких-то книжек старинных, и пара тысяч того, что можно читать объектом. Ткани, печатные издания. И это самая задокументированная иудейская коллекция, которая есть в мире, даже более задокументированная, чем в музеях. И кураторы, с которыми я работаю. Когда я говорю о моей цели образовательной, например, Знаете, что моя коллекция была представлена в более чем 170 выставках во всем мире. В Израиле, Северной Америке, в Европе, даже в Японии два раза. Но я всегда остановлюсь перед тем, чтобы помещать коллекцию онлайн. Меня два раза грабили, мою коллекцию. Один раз дома у меня в 1994 году, и один раз в музее в Тель-Авиве. В 2004 году моя жена Лиса, человек очень чувствительный. Во время первого ограбления в 1994 году мы были дома. Мы спали, и мы даже не знали, что у нас дома кто-то есть, и что-то делает. И, собственно, не узнали до утра. Но все, кто это переживал, знают, что это крайне травматичный опыт. И это опыт, который оставляет рубец. Поэтому Лиса боится публичности, часто публичности коллекции. И она не хочет, чтобы я это делал. Вторая причина... На самом деле, второй причины такой уж хорошей нет. Не знаю, почему. Просто музейная программа, которую я использую для каталогизации, имеет такой модуль, который дает возможность поместить коллекцию онлайн. И, соответственно, это даже, в общем-то, не так уж и сложно. Я бы сказал, глядя сейчас на это все, с точки зрения 80-летнего человека, который, наверное, уже не так уж и долго жить собирается, я не знаю, насколько это разумно. Потому что и стоит это делать. Потому что, честно говоря, моя коллекция сегодня не особо пополняется. Я уже скорее изучаю, как сделать так, чтобы я мог обеспечивать свою семью и своих детей. Потому что я один из всех сумасшедших, который практически все инвестировал, что было, в коллекцию. Все, что у меня было. Я думаю, что мои дети и мои внуки имеют право тоже жить своей жизнью. И, честно говоря, им совершенно эта коллекция неинтересна. И меня, в общем-то, это мало трогает. Потому что это была такая личная инициатива, личное мое собственное дело. И, конечно, это очень долгий ответ на вопрос очень простой. Ответ простой был бы такой. Нет, коллекция не в режиме онлайн. И в интернете, скорее всего, она никогда и не появится. Но она открыта любому из вас в Тель-Авиве, у меня дома. И моя коллекция, как здесь подтвердят те, кто у меня, был действительно открыта полностью для тех, кому интересно, для тех, кому неинтересно. Потому что все равно очень интересно об этом поговорить. Любой, каждый человек, который попадает в мой дом, знающий человек или не знающий, мне что-то рассказывает интересное и новое. Потому что от людей с людьми знающими вы, конечно, много обсуждаете, что-то узнаете. А от людей, которые не знают ничего, вы просто учитесь на вопросах, которые вам задают. Просто потому, что эти вопросы иногда представляют какую-то точку зрения, о которой я никогда в жизни не думал. И это само по себе совершенно потрясающий феномен. И он действительно вносит огромный вклад во все, что делаете, как идет развитие. Приходите, приезжайте в Тель-Авив ко мне в гости. Еще вопросы? Я извиняюсь, но после вашего такого замечательного ответа, я не могу не задать вдогонку вопрос, который сам собой напрашивается. А не возникало ли предложение со стороны или государства Израиль, или еврейского университета в Иерусалиме, или тех мощных структур, которые занимаются иудаикой в действительно государственном образовательном масштабе, ее просто купить, чтобы ее сохранить на будущее. Потому что вот то, что вы сказали, ваши дети и внуки этим не интересуются, это звучит очень тревожно в будущем. Потому что такие вещи не должны разбиваться на тысячи мелких объектах и по разным аукционам расходиться по всему миру. Они должны сохранять свою цельность. А цельность может обеспечить только или государство, или мощный музей, который находится на государственном или каком-то еще субсидировании. Если мы говорим об Израиле, то это, в первую очередь, конечно, еврейский музей в Иерусалиме, безусловно, при университете. Собственно, вы очень красноречиво изложили мою мечту. Я, конечно, хотел бы увидеть мою коллекцию в государственном музее, где коллекция была бы открыта и ученым, и исследователям, и просто населению. И, конечно, это было бы для меня самое большое счастье. Но сегодня интерес к юдайке вообще меньше, гораздо меньше, чем 10 лет назад, например. И институты, организации, которые могли бы интересоваться, уже свои коллекции имеют. Они могут быть получше, чем моя, могут быть похуже. Но на самом деле нет ни у кого особого интереса добавлять в свою коллекцию что-то еще новое. Она действительно ценная. Несколько лет назад я продал 500 объектов новой музеи в Вашингтоне. Это христианский музей, музей Библии. И они очень многие объекты там показывают. Собственно, открылась экспозиция только два года назад. И мне бы очень хотелось, чтобы какой-то музей действительно купил эту коллекцию и ее представлял монолитно. Если у вас есть какие-то идеи о том, кто это, может быть, подойдите сразу после лекции и скажите, кто это. Спасибо вам огромное, что были сегодня с нами. Олим, спасибо большое за то, что вы сегодня были с нами, так далеко прилетели.